всем привет на моем канале уже как-то выходило видео по изготовлению такой вот мормышки рабочей зимы как уралка но как говорится повторение мать учения тем более у меня они уже заканчиваются поэтому сегодня еще раз покажу как это делается но немного уже это будет по-другому не как в первом виде для изготовления мне потребуется вот такой вот крючок заглотыш его длина 11 миллиметров ширина 6 сразу же при помощи наждачной бумаги надо его зачистить чтобы он хорошо паялся почему я буду делать именно уралку да потому что это одна из самых уловистых и популярных зимних мормышек из медной пластинки нужно вырезать формочку в виде капельки чем она будет длиннее тем будет тяжелее мормышка так что тут уже подбирайте сами под себя заготовочку делаем в виде капельки тут сильно точность не нужно поэтому все делается на глаз вот что у меня получилось теперь более широкой части заготовки ищем приблизительно центр и здесь нужно проколоть шилом отверстие отверстие сделал такого диаметра чтобы у меня проходила туда спокойно проволока от спирали плитки далее берем кусок винной пробки вложим туда нашу заготовочку и чем-нибудь ее немного изгибаем просто вот так вот чуть-чуть прокатывая но не сильно если перестарались можно всегда это дело выправить также немного изгибаем цевьё крючка примерно посередине делаем чуть-чуть загибчик то есть чтобы крючок ложился на нашу заготовочку плотненько теперь нужно включить паяльник и все это дело облудить капаем как на крючок так и на заготовочку паяльную кислоту и наносим слой припоя на заготовочку на крючок сразу же можно нанести припой с другой стороны вот таким вот образом ставил проволоку теперь это дело все нужно запаять аккуратненько разгоняем весь припой по телу мормушки получается вот такая вот капелька чуть-чуть ее вот с этой стороны надо подправить ждем когда застынет олово и посмотрим что у нас получилось как вы видите немного где поджимал щипчиками припой ушел поэтому опять сюда перекидываем задняя часть у нас получилось уже хорошо теперь допаиваем переднюю точно так же капельку разогнали и с этой стороны поправили мормушечка практически готова немного у меня получилось неказистым но это из-за того что у меня припой с канифолью чистого не осталось и где канифоль там получается небольшие раковинки но это ничего страшного теперь при помощи обычного надфиля просто по-быстрому это все выравниваем все делаем как в распространенном анекдоте после сборки обработать напильником время это много не займет зато мормушечка сразу приобретет отличный вид с внутренней стороны лучше взять надфиль круглый так будет удобнее ну и последние штрихи и так вот что у меня после обработки надфильм получилось считаю мормушку удалось теперь ее можно покрывать лаком цвет тут тоже каждый может подобрать самостоятельно у нас очень хорошо работает именно черный лак мормушки черного цвета ну и после того как лак высох остается только поправить отверстие от лака это можно сделать как с помощью иголочки так и с помощью зубочистки и одеть какую-нибудь бусинку у нас очень хорошо идет именно желтого цвета вы уже можете одевать какие хотите у меня бусинки одеваются довольно таки туго на крючке поэтому дополнительно стопорить их кембриком я не буду собственно вот такая вот уралочка у меня получилась уралка как вы могли убедиться ничего сложного в изготовлении нету на этом у меня все всем пока и до новых видео